В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги подведем криминальные итоги и расскажем о чрезвычайных происшествиях недели. Два человека погибли в результате авиакатастрофы, которая произошла в минувшие выходные. Самолет Як-52, принадлежавший одной из авиашкол, рухнул прямо в один из дворов частного сектора села Утёвка. В момент падения рядом с местом никого не было. В результате ЧП погибли два пилота. Причины падения Як-52 сейчас выясняют следователи. До пяти лет лишения свободы и крупный штраф может грозить 23-летнему жителю Самары. Его обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, в мае этого года молодой человек, представившись сотрудником Федеральной службы безопасности за вознаграждение, предложил жителю Самары помочь с трудоустройством в управлении ФСБ. Подробности в нашем сюжете. На скамье подсудимых 23-летний Роман Косинов. По данным следствия, в мае этого года он узнал от знакомого, что якобы есть человек, который любым путем хочет устроиться на работу в управлении ФСБ. Решив подзаработать денег, Косинов пошел на преступление. Встретившись с ним в одном из кафе города Самары, представился действующим сотрудником у ФСБ России по Самарской области и предложил свою помощь в оказании ему услуги для трудоустройства в управлении ФСБ на должность заместителя начальника отдела экономической безопасности. Цена вопроса 40 тысяч рублей. Их передача состоялась в одном из кафе в Самаре. В тот момент молодого человека и задержали. Ранее потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы. Сейчас я понимаю, что этого не стоило, конечно, делать. Вину, я полностью раскаиваюсь. Потому что я понимаю, что мне это грозит, чем можно закончиться. Но, как говорится, осознание пришло после совершения уже. Что, к сожалению... Теперь подсудимому грозит крупный штраф или до пяти лет лишения свободы. Приговор планируют огласить на следующем заседании. А вот у руководителя одного из управлений администрации Чапаевска аппетит куда лучше. Мужчина задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Его задержали с поличным в момент получения 1 миллиона 200 тысяч рублей. По данным полиции, деньги чиновник получил за оказание содействия в согласовании проекта распоряжения главы администрации Чапаевска. В Самаре наркополицейские пресекли работу нарколаборатории, где производили амфетамин. Также были задержаны и те, кто изготавливал опасный наркотик. Подробности в нашем сайте. Частный дом в Октябрьском районе Самары. На протяжении нескольких месяцев здесь, по данным полиции, изготавливали опасный наркотик. Долгое время двое приятелей наркохимиков пытались найти рецепт зелья. После того, как это удалось, приступили к его употреблению и продаже. При себе сейчас что-нибудь запрещенное имеется? Пальцы покажите, пожалуйста. Еще раз покажите. Достаньте на ладошку, покажите, что там у вас. Еще амфетамин есть в адресе? Есть. При личном досмотре и обыске дома полицейские обнаружили 70 граммов амфетамина и более 200 граммов вещества, необходимого для его приготовления. Дело возбудили по двум статьям Уголовного кодекса. Часть 4 статьи 228 предусматривает максимальный срок наказания до 15 лет лишения свободы. С учетом того, что данные лица ранее не привлекались к уголовной ответственности, однако сами являются потребителями наркотиков, здесь как бы все будет зависеть от того, насколько они будут сотрудничать со следствием. Если они заключат досудебное соглашение, то, конечно, срок у них может быть как минимум в два раза меньше. Сейчас задержанные находятся под стражей и ожидают суда. Более 30 литров алкоголя изъяли полицейские в ходе совместного рейда с активистами народного контроля в одном из магазинов в железнодорожном районе Самары. По данным правоохранителей, лицензии на продажу горячительного у заведения не было. Кроме того, сопроводительные документы, подтверждающие качество товара, также отсутствовали. Теперь предпринимателю грозит крупный штраф от 200 до 300 тысяч рублей. За данное правонарушение виновное лицо будет привлечено к административной ответственности по части 2.14.1 и части 2.14.16 Кодекса административного правонарушения. Из незаконного оборота изъята алкогольная продукция общим объемом более 30 литров на сумму свыше 13 тысяч рублей. А чрезмерное употребление алкоголя нередко приводит к плачевным последствиям. Более 130 водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, привлечены к административной ответственности в ходе совместной работы инспекторов ДПС и активистов общественного движения «Ночной патруль». Напомним, к совместному патрулированию улиц они приступили в марте. Итоги очередного рейда в нашем сюжете. Около двух часов ночи на одной из улиц Тольятти активисты ночного патруля заметили ВАЗовскую 14-й, водитель которой вел себя подозрительно. Информацию о нем передали дежурному экипажу ДПС. Уже через несколько минут полицейские обнаружили автомобиль. Требования инспекторов остановиться водитель легковушки проигнорировал. Началась погоня, в ходе которой лихач не раз грубо нарушал правила дорожного движения. Остановить нарушителя удалось только после того, как его автомобиль угодил в яму. Выяснилось, в легковушке помимо водителя находилось еще несколько человек с признаками алкогольного опьянения. У меня отдыхалки не хватает, я же не спортсмен. Еще, 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 чуть-чуть, давай, вот, все. Вот идет анализ, ждите. Прибор показал, 28-летний водитель легковушки пьян. Теперь, как минимум полтора года ему придется походить пешком, а также заплатить штраф в 30 тысяч рублей за езду в пьяном виде. Нарушают правила дорожного движения не только автомобилисты. Госавтоинспекторы продолжают охотиться и на нерадивых байкеров, с участием которых с начала года в Самарской области произошло 39 дорожных аварий. В них погибли 5 человек, 45 получили травмы. Большинство ДТП, по данным полиции, произошло по вине самих водителей железных коней. Рейд по пресечению правонарушений прошел в нескольких районах города. Жажда скорости, драйв и адреналин. Какой русский не любит быстрой езды, особенно если речь идет о байкерах. Еженедельно инспекторы ДПС фиксируют до 200 правонарушений, среди которых превышение скорости, выезд на встречную полосу и езда без шлема. Все это нередко приводит к трагическим последствиям. Анна Панкратова за рулем байка уже 4 года. Девушка дорожит своей жизнью и жизнью других участников движения. Оттого мерами безопасности старается не пренебрегать. На своем железном коне по городу, уверяет, ездят не более 60 километров в час. Перед поездкой всегда надевают защитную экипировку. К нарушителям относятся негативно. По сравнению с такими людьми, мы тоже все становимся сразу априори, плохие все. Из-за этого нас могут тоже автомобилисты не уважать. Хотя мы не все такие. Я не сторонник тех, кто нарушает правила. Если надо где-то погонять, позакладывать, пожалуйста, на трек можно съездить. У нас что в Казани, что в Майне можно. Поэтому предпочитаю все-таки спокойные стилизды. А этот молодой человек о правилах дорожного движения, по всей видимости, вообще не слышал. Поэтому и уселся на мощный спортивный байк без прав. Перед этим снял номера, чтобы в случае чего не отвечать за свои поступки. Минуты ранее вдобавок не остановился по требованию сотрудника ДПС. У молодого человека нарушение. Статья 12.7, часть 1, соответственно, не имеет категории на право управления. В связи с чем данный водитель отстранен от управления транспортным средством. Транспортное средство будет задержано, вынесен протокол. Теперь за несколько нарушений лихачу придется оплатить штраф. А его железному коню – дорога на спецстоянку. С начала года в области, по данным полицейских, там оказалось более 200 мотоциклов. Мы на протяжении уже месяца этой проблемой целенаправленно занимаемся. И мы будем продолжать ей заниматься. Но до тех пор, пока мы не наведем должного порядка в этом вопросе. Мы знаем прекрасно места, где, соответственно, у нас наиболее вероятное появление мотоциклистов. Мы не против того, чтобы они получали положительные эмоции от управления мотоциклом. Но при этом мы добиваемся того, чтобы они уважительно относились к другим участникам движения. И соблюдали правила дорожного движения. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok